я приветствую всех дамы и господа сегодня мы поговорим на такую тему как какой же мне собрать комп если у меня нет денег я хочу поиграть или я хочу по стрим сегодня мы получим ответы на эти вопросы в нашем случае бюджет 263 доллара ни больше ни меньше вот 7 400 грн 14 800 рублей либо 263 бакса мать m5 97 r20 все характеристики смотрим в ю тубе кому интересно камень fx 83 2 0 8 ядер по 3 и 3 с потенциалом для шикарного разгона жирно и дешево аэрокул в x600 блок питания 600 ватт для всего этого нам его хватит бюджетный недорогой производитель кулер для процесса обязательно нужно покупать обязательно стоит дешево гипко у гамма x400 видик не выгоджет их 480 полтора гб печка с шиной 380 бит для игр хватает даже на сегодняшний день 10 0 4 17 прошу заметить жесткий сега и 320 к самый дешевый который нашел 300 гривен корпус 200 гривен тоже вообще не оператива кингстоны 2 по 4 гб 1333 100 гривен обошлись и того мы все вместе у меня получилось 7400 гривен вот 263 доллара посмотрим что может компьютер за 263 доллара в игре например rise of tomb raider видеокарта вот сглаживание фиксы и настройки графики вот перед вами поехали играть изначально в качестве графического процессора в этой сборке был выбран radeon r7 260 x на 1 гигабайт но к сожалению его уже совсем никак не хватает памяти 1 гб не хватает ни для race of tomb raider не для quantum break не для любой другой нормальной игры секундочку запустим и мы сайфт барнер чтобы у вас был мониторинг видно было фпс так вот видюха в стоковом состоянии начнем тест на стоках видяха шикарно гонится более чем шикарно она шикарно разгоняется но она жутко страшно просто шумит под нагрузкой вы с этим вариантов либо два либо шаманить водное водяное охлаждение либо блин либо делать как я играть либо в наушниках либо на больших колонках я всегда играю либо в ушах либо на колонках поэтому для меня шум вообще не является проблемой но шум действительно стоит просто ад поскольку охлаждение у этой видеокарты старая добрая формата турбины если сравнивать блин до такого уровня шума ни в каких видеокартах я еще никогда не встречал вот этих вот старых классических gtx ах был у меня однажды gtx 465 вот палит там было два вентиля но они шумели сильно я думал что это капец какой сильный шум но блин я так ошибался и так race of tomb raider настройки графики вы видели при понижении настройки фпс очень сильно взлетает но и картинка проседает до уровня xbox 360 что совсем не желательно бегаем бегаем фпс у нас вот такой вот pure hair кстати детализация волос включена вот такой графон шикарный пожалуй сразу подгоню видяху почему бы и нет раз можно поставим вот так вот и вот так вот вот все фпс уже абсолютно абсолютно играбельном уровне больше 30 и стал играть можно играть комфортно играть приятно не в любых вообще ни в какой сцене я не видел чтобы у меня фпс просел там ниже 30 и даже когда включен стрим собственно в race of tomb raider играть приятно кролик да я тебя убью ролик 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 ладно кролик не хочет чтобы я его замочил поэтому пожалуй я думаю перейдем в тесту другой игры стресс of tomb raider все понятно все предельно шикарно игра идет отлично идет на данном комплекте запускаем следующую игру которая более требовательна quantum brick игрушка заставляет стонать даже самое топовое железо на 1 гиговом радионе она в принципе идет она в принципе дает свои 25 28 35 фпс но из-за того что видеопамяти у родиона был всего лишь гиг в игре просто страшные фризы вечно постоянно просадки фпс а просто достигают до 5 до 7 фпс играть вообще невозможно ни со стримом не без стрима него прошу заметить сборку я для себя собирал с учетом на разгон в первую очередь проц у меня разогнан до 4 2 гигагерца может быть я не говорил уже даже не помню проц стоке 33 разгоняется смело до 4 2 еще и с хорошим запасом но так как близится лето я не вижу смысла его разгонять и жалко пока меня итак смотрим на игру люл quantum brick настройки графики стандартные либо низкие масштабирование включена сглаживание включена если это все дело отключить точнее сглаживание си вырубить получим там плюс 3 4 фпс но картинку намного хуже поэтому вообще не варианты нахер на вообще играть безглаживание в 2017 так игру ли у нас загрузилась фпс на ваших экранах слева вверху графику видите сами в принципе неплохо и в принципе играбельно сейчас игра до конца загрузится когда загружается случаются небольшие фризы так побежали дальше нам сюда сейчас зайдем до какой-нибудь любой перестрелки зависание закончилось да братан зависание закончилось идем дальше графика в игре шикарная оптимизации в этой игре можете не ждать просто не и подгоню ее уверен что справишься нет ты уверен что можешь исправить время нет тогда мы как видите нагрузка включен стрим на twitch нагрузка на проц при стриме flash и 30 кадров с пресса там в рифа джек и 85 90 процента нагрузка на проц то весьма немало я сказал если учитывать что это 8 ядер и они с приличным разгоном но она это пофиг так ну что же клуба черта давайте кого-то застрелим мои способности усиливались я начал ощущать какие-то отголоски будущего и про иди сюда родной мог бы сейчас на пляже в валяться да мог бы сейчас на пляже валяться боже какой же я какой-то и кошмар и угораздило же тебя выбрать именно эту хочу попасть ему голову чтобы построили настолько же крутые в этой игре эффекты почему он умер без этого ролика ладно вот так вот лежать брат братишка где же твоя . так ниже твоя . уил я увидел эпизод из прошлого да я увидел эпизоды с прошлого точно посмотрим посмотрим на наши эпизоды с прошлого только бы не опоздал в натуре кстати интересную особенностью игры во всех видеороликах с 2.99 становится либо 3 вы это очень дебильный порт очень дебильные и очень некачественные быстро и причем фпс растет в игре после роликов абсолютно не сразу фпс вырастает спустя какое-то время спустя секунд 40 надеюсь меня сейчас убьют я закрою этот шедевр портирования так где кто еще остался а вот ты сидишь не попал попал умри окаянный короче игрушка идет в общем вот так вот в общем с разгоном виде к можно комфортно пройти эту игру при стабильных 30 кадрах полтора гигабайта памяти нам хватит причем с головой настройки графики показываю еще раз вот такие вот они идем к следующей игре следующей игрой у нас станет resident evil 7 еще одно чудо из новеньких игр которая почему-то не знаю почему ни на какой видях и я не увидел очень реально красивой красочной графики что меня на самом деле сильно расстроила даже при очень высоких текстурах при всем включенным при всех сглаживаниях красивой графики у этой игры к сожалению просто нет итак resident evil 7 видео памяти жрет море просто просто игра прогрузилась до меню она сожрала полтора гб так options экран видео точнее full hd оконы без рамки настройки на ваших глазах что-то стоит среднее что-то стоит на сильное полностью отключенного ничего нету нет хроматическая ассорбация ладно включим почему бы нет то есть настроечки вот такие масштабирование разрешение 1.0 то есть игра будет сейчас работать в нейтивных full hd продолжим загрузим последнее наше сохранение так на стриме надеюсь все видно да вроде так женщина на телефоне смеет что-то не так вскоре после их воссоединения она нападает какая-то зоя говорит и ты ну по телефону что он чтобы он шел на чердак в игру я уже немножечко играл в игре очень часто ломаются тени очень часто происходит какой-то трэш с освещением и так далее вот как вы сейчас видите нет это не проблема с видеокартой прошу заметить это проблема с самой игрой разденте вился связана она почему-то с прорисовкой ставим масштабирование чуть больше может пройдет о тени поправились почти почти поправились давайте попробуем поменять вот эту шнягу обычно когда ее меняешься поправляется все поправилось но что-то один хрен не совсем и фпс совсем не такой как должен быть короче ладно пусть будет все это дело вот так вот просто если включаем метод прорисовки чередование у нас очень хорош фпс и та же графика и все четко но почему-то с тенями происходит вот такая вот попа я бы сказал иногда не всегда попробуем сейчас сети не вообще нахрен выключить очень слабо поставить может быть так вот как видите resident evil 7 и порт в консоли очередной здравствуйте здрасте просто ппс на ваших экранах ппс конечно шикарен но с этими вот проблемами приходится иногда перезапускать нашу и женщина не убивай прошу тебя не делай этого дай пожить пожалуйста и я остановись остановись тебя такая красивая улыбка зачем ты это сама делаешь как больно прощай в общем вот так короче 60 стабильных фпс в этой игре получить может продолжаем наш обзор вечер 3 wild hunt тот самый ведьмак который так же сама нагибает многие системы даже не задумываясь ну что происходит с resident evil 7 может быть конечно связано с тем что я все-таки пират и эта пиратка но блин даже не знаю такие проблемы встречаются очень очень часто у этой игры и не только у меня поэтому я не думаю что виноват конкретно данный экземпляр игры либо видеокарта либо еще и так ведьмак 3 настройки видео пост обработка включена все 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 просто все размытие только не включаю потому что не люблю играть размытие так фпс без ограничения конный весь экран к вам должно быть видно да видно nvidia hair works не включаю сильно грузит видях у включить каш может а будет минус 2 пс но иногда неприятно особенно на роликах что персонажей средняя в основном влияет на нагрузку на процессора не на видеокарту можно ставить хоть запредельно если честно с таким процессом качество теней среднее качество рельефа высоко вода средняя трава средние текстуры высокие здесь еще точно не определился с настройка либо средние либо высокие на высоких все таки иногда память упирается в свои полтора гигабайта дальность видимости средняя детализация высоко вот такие вот настройки графики у нас есть продолжим нашу кампанию к игре на r7 260x которая одни логовая играть ведьмака можно играть ведьмака очень приятно на самых низких настройках при full hd на самые самые низкие настройки и все выключен мы получаем около 40 fps на самых низких настройках и все-таки из-за видеопамяти все равно иногда происходят срезы ведьмаку 1 гб видеопамяти 100 процентов не хватит есть уже как ни крути но не хватит и так со такими вот настройками графики позже такая же шикарная картинка все просто идеально все четко шикарно fps в районе от 25 35 кадров в секунду если поиграться с настройками графики можно выжать около 40 fps ну графику чуть похудо естественно когда я играю на стриме я занижаю настройки но так как для теста просто показываю что же может данная видеокарта с очень такими приличными настройками графики даже все элементарно если выходе настройки настройки видео пост обработка здесь эту половину гадости по выключать даже хотя бы вот так и у нас fps уже взлетает покажи что умеешь все уже стабильная 30 в игре так как бы есть кстати графика в принципе не изменилась вот такая очень интересная миссия у нас играть можно играть приятно играть охота с такой графикой такой производительностью но я скажу да не куда 27 fps посадки есть куда как в это играть я вам скажу можно играть и даже с удовольствие при таких настройках графы какую игру еще бы посмотреть что у меня вообще есть я думаю доту 2 давайте запустим так не закрывается опять же хорошая пиратка запустим стим запустим дотку в дотку катать можно в дотку катать нужно в дотку катать приятно при ультра настройках графики именно в игре мы получаем тяжелых замесах в очень тяжелых замесах там где капец все взрываются все все кастуют порядка 60 fps 55 60 65 каждый раз по разному в процессе простого геймплея там фарм крипчиков мы получаем 90 100 при ультра настройках запускаем нашу дотку дота кстати у меня стоит на директ x11 то есть я поставил настройки запуска директ x11 fps почему-то по сравнению с 9 директ x чуть-чуть даже вырос в графике в принципе на вас изменения не заметил но хочу сказать что fps действительно дат больше на директ x11 почему-то в доте картинку видно надеюсь да кстати настройки для записи использую вот такие вот вот битрейт 5000 программный пресса твариф а разрешение full hd fps 30 давайте посмотрим какую-нибудь игру кто сейчас играет видеопамяти дота на ультра из 11 выедает до 1100 мегабайт гига и мало на улице на самом деле в седьмой играть можно играть нужно fps вообще без эффектов где-то в районе 65 и 70 если выставить все настройки на ультра то шина 128 бит никак не справляться с пас падает до 25 30 кадров играть на радионе неприятно точно так же кстати вырос в нтл 7 играть на радионе неприятно ппс хороший в игре 45 50 там но просадки просто до 15 20 когда он бегаешь потому что в игре просто уже мало их видео памяти за видео памяти уже большие проблемы в играх итак поехали дота 2 настройки графики покажу вообще все включено вертикальная синхронизация которая заложит ппс на 109 отключена все просто на максимум разрешение full hd вот такой фпс получаем в доте 2 если учитывать ультра настройки графики мне кажется играть весьма комфортно если кому-то принципиально цифра фпс то если отключить тени и всю остальную хрень можно получить фпс 150-200 но мне это не интересно дота красивая игра в первую очередь в общем стабильная 60 фпс вы сто процентов доте получает спасибо я думаю наш обзор очень бюджетной сборки для стрима в принципе можно закончить нагрузку на процессору вы всегда в принципе видели процессор в разгоне stream full hd 30 фпс поэтому делаем для себя выводы покупать fx 6 300 я не рекомендую который 6 ядерный он для стрима не подойдет ну совсем по крайней мере full hd если вас интересует стрим хотя бы 720 хотя бы как-то можете конечно взять я бы не верхнюю башню силу света атакую прочь все попасть в доте в принципе в самых нормальных на наше время и требовательных играх я показал вам доте даже доходки в принципе все большое всем спасибо кто уделил внимание просмотру данного видео то есть как то так всем спасибо всем пока